Эхо Москвы в Уфе представляет программу Конфигурация шайбы Добрый день, уважаемые радиослушатели С вами программа конфигурации шайбы И я ее ведущий Алексей Горюнов И Дмитрий Михайличенко Здравствуйте, Дмитрий Здравствуйте Сегодня у нас снова большой гость Спортирный директор Салават Юлаева Уфимский воспитанник Легенда уфимского хоккея Василий Анатольевич Чижов Здравствуйте Здравствуйте Спасибо, что смогли уделить нам время В своем графике И пришли в нашу студию Ну и в связи с этим, наверное, сразу вопрос Можно ли сказать, что закончена Активная фаза селекции Для главной команды Ну да, можно сказать, что Мы уже подошли к финалу Формирования команды Там осталось у нас 2-3 позиции Которые мы должны Тоже по ним уже есть понимание По этим позициям То есть это позиция легионера Значит Нападающего еще Ну и, наверное, защитника То есть вот Ну, где-то 2-3 позиции Вот на этом и рассматриваем Да А, ну то есть еще защитник Еще защитник Ну защитника Ну да Скорее всего, может быть Ну вот, наверное, по Обороните линии Больше всего работы этим летом было То есть много ушло игроков Приходилось закрывать Насколько довольны Как удалось Вот эту оборону закрыть Ну, на бумаге, по крайней мере Ну, правильно вы сказали На бумаге, да Ну, потому что все покажет Уже сезон Насколько нам это удалось Ну, надо исходить все-таки Из того, что вот уже Много раз мы повторялись Исходя из потолка зарплат То есть мы Хотели бы, конечно Некоторых ребят оставить Которых С которыми нам пришлось проститься Но не смогли этого сделать Из финансовых условий Так скажем А тех, кого взяли Ну, они должны Показать себя в сезоне То есть Ну вот Ну, был ли какой-то Может быть Игрок, которого Очень хотели приобрести Там долго с ним Это и в итоге не удалось Ну, были такие Кандидатуры Мы рассматривали Что считали, что Они усилят Нашу линию обороны Разговаривали с тренерами Находили понимание От них Что этот нужен Этот нет Да, наверное Одна-две позиции У нас сорвались Тех, которые мы хотели Но я думаю Что мы Тех, кого взяли Так скажем Они не хуже Будут Ну, у Дмитрия Наверняка есть что сказать Ну да Вот интересно просто Понимание Что Как будет стратегия Выстраиваться В контексте того Что усиление Перед плей-офф Я заглядываю Немножко далеко Возможно будет Или Команда хочет Сформироваться Скажем Максимально сейчас А потом уже будет Наигрывать состав И сезон Ну, всегда Когда команда Движется по сезону Там возникают Вопросы какие-то По составу Там тот или иной Игрок там Совсем не устраивает Допустим Либо там происходит Обмен Либо Расстаются Как-то с этим игроком Но Всегда, наверное К плей-оффу Ну, две-три позиции Меняют в командах Во многих так В частности И у нас так было Тоже Кого-то мы Видели Какую-то Брежь надо усилить С кем-то Расстаться Ну, я думаю Что и у нас так Ну, было Ну, хотелось бы Чтобы тот состав С которым мы Входим в сезон По максималу Остался уже К концу сезона И все ребята Были в обойме Ну, я так понимаю Что под потолком Некоторый запас Вы оставляете Чтобы был Бадевр По ходу сезона Или все-таки Будете максимально Заполнять вот эту квоту 900 миллионов К сезону Уже будет заполнено Ну, там много Вариантов есть Есть и обмены Есть и там Ну, в конце концов Расторжение там На обоюдных условиях Да Договориться с игроком С агентом Можно там Договориться с каким-то клубом Тут Ну, конечно Есть возможности Для варьирования состава Ну, вот хотел Немного Да, по варьированию Хотел Да, да, Дмитрий Да, извините Да, извините По варьированию Василий Анатольевич Вот, например Такой вариант Что дополнительный легионер Не очень дорогой Но, допустим Добротный защитник Который согласен Там чуть-чуть в Таросе Поиграть и сидеть Вот, если проанализировать Да, состав То все равно С легионерами Там, ну Иногда Метцело сидел Иногда Умарк отдыхал Иногда Харти там Травмирован был Да, то есть Игр 20 там Восвобождается Вы рассмотрите Такой вариант Или он все-таки Нереалистичен Нет, вы правильно Совершенно Вот это сказали Насчет шестого легионера Мы рассматривали Такой вариант И в прошлом году И многие клубы Этим пользуются Берут действительно Шестого легионера И находят ему Место для игровой практики Он там В тренировочном составе Выходит Но вот допустим По прошлому сезону Мы опять же Советовали с тренерским штабом Они остановились На то, чтобы дисбаланс Не вводить И вот Среди наших ребят Легионеров И что они готовы Играть там Ну сто процентов Игр То мы не Стали там Разговаривать По поводу шестого легионера Хотя предложений Было масса На эту позицию То есть Добротного Там Так скажем Недорогого Какого-то легионера Но были хорошие Варианты Для этого Ну вот вы как раз Сказали По поводу Советоваться С тренерским штабом Сейчас То есть Произошла смена Главного тренера Насколько Разный взгляд Скажем так На селекцию У Ламса Насколько отличается От Цулыгина Ну знаете Тут как говорится В хоккее уже Больше ста лет Существует Тут критерии Они примерно Одни и те же И требования У тренеров Одни и те же Тут нет никакой разницы Тем более Что Цулыгин Что Ламса Они вместе работали И коммуникация У них была И советовались Они с друг с другом Ну то есть Тут нет особых Разногласий Понимания Того или иного Игрока Ну Наверное Пару персоналей Все таки Заденем Болельщики Больше всего Интересует Например Приобретение Коробова Что он Достаточно Мало Играл даже В Амуре В прошлом сезоне А здесь Все таки у Салавата Посерьезней задача Вот почему Его приобрели Ну знаете По тому или иному Игроку Вот иногда Это возникает Вот эта вот волна Такая То ли критики То ли обсуждения Но Здесь я могу Пояснить Вот это вот Как сказал Один специалист На телевидении Непонимание Там и так далее Но чтобы понимать Там приобретение Коробова Того же Нам надо Опять же Исходить Ну первое Из потолка Зарплат Из-за того Что нам надо Укрепить Именно опытным Защитником Линию обороны Там Достаточно Габарит Я уже в каком-то Интервью говорил То есть у нас Невысокий вратарь Слава богу Очень хороший вратарь Да у нас Юха Для этого Нужен нам Крепкий Габаритный Умеющий Вести силовую Борьбу На пятаке Защитник То есть там У нас есть Атакующие защитники Да там Ну не буду Ну там Ларсон И тому подобное Там Есть там Не такие Атлетичные Защитники То есть нам нужно Ну так скажем По хоккейному сленгу Чистить пятак Когда ты там Когда там Играешь против силовой команды Нам нужен такой защитник Удержать защиту Да Скажем так Чтобы Ну было Поменьше работы У Юхи Да Ну обычно К такому защитнику Ставится в пару Там Защитник Более обладающий Организационными Способностями Ну то есть Вот на эту позицию Соотношение Цена-качество Мы Остановились На кандидатуре Коробова Если Опережая Ваши вопросы Ответить на то Что он там Мало играл Поначалу В Хабаровске Ну там Были свои проблемы Мы тоже Их Все Проанализировали Поговорили Там Со специалистами Поговорили С самим игроком То есть у него Там немножко Недопонимание С тренерским штабом Он находил Поначалу Поэтому Первые игры Там То ли там В целях воспитания То ли там Пока недопонимание Было Он не попадал Там первые игры В состав Но зато потом Он плотно Там играл В составе Причем Когда Вот я с командой Ездил на Дальний Восток Мы играли С Хабаровском Сыграли Две тяжелейшие игры К сожалению Проиграли тогда Он выглядел Очень прилично И как раз Вот именно На этой Позиции Силового защитника Умеющего Играть на пятаке Плюс Я разговаривал С тренерами С которыми Он начинал работать То есть у парня Всегда был Очень высокий потенциал Вот И Исходя Опять же Из того Что здесь у нас Есть ему Кого поставить В пару Ну мы остановились Вот на этой Кандидатуре Я думал Я думаю Что нам поможет С ним поговорили То есть парень Очень заряжен Именно перезагрузиться У него есть опыт Он много поиграл И в Северной Америке Поиграл Физически Очень крепкий Очень крепкий Я бы сказал Ну то есть Сложив все эти Слагаемые Мы Пришли к тому Что нам Я так думаю Будет нужен И покажет Еще себя То есть Ну я думаю Что я достаточно Расширенно ответил Ну да В общем Истерпывающе В этом Межсезонье Целая Большая группа Уфимских Воспитников Защитников Выходила на рынок Как пара молодых Было Как и Яров Гуркин Так и опытные Мастеровиты Щитов Зубарев Логинов Насколько я знаю Рассматривали Эти хоккеистов Почему никого В итоге Никто в Уфу не вернулся Рассматривали Кандидатуру Андрея Зубарева Я с ним разговаривал Значит он Он был близок К тому Чтобы оказаться В Уфе у нас Ну он Предпочел Так скажем Честно он не сказал Он предпочел Пойти Именно не в клуб А именно к тренеру Олегу Знарку То есть он Знает его Тот знает его То есть это Такое понимание Что Ну немаловажно Для отношения Игрок к хоккеисту И он выбрал Спартак в этом случае Хотя Тоже было бы Желание у него Поиграть на родине Здесь Но не сложилось Если говорить О кандидатурах Ну В Ефима Гуркина Ну всплывал Этот тоже Кандидат Тоже разговаривали С тренерами Не остановились На его кандидатуре Ну Никита Щитов Завершил карьеру Я так понимаю Больше наверное По состоянию здоровья Вот Кто там еще Вы напомните мне Логинов Логинов Александр Тоже Тоже мы Разговаривали По поводу Саши Логинова Ну тоже Не пришли понимания К тренерским штабам Ну Тоже Были свои причины Были свои аргументы Вот опять же Взять допустим Александр Он созидательный защитник Играющий на линии Играющий в большинстве Ну для этого Вроде бы как у нас есть Уже Ларсон Есть там Ну еще ряд Хоккеистов А именно Допустим Сыграть жестко на пятаке Там в обороне Отыграть там В меньшинстве Уже у Саши Допустим Может быть не столько Физики для этого В силу там уже Возраста И именно Своих физических Кондиций Нисколько не умаляя Саша Большой мастер И здорово Играл в Уфе Показывал себя В свое время Очень здорово И в частности Был капитаном Сибири Ну вот сейчас Вы говорили Что защитника Еще наверное Одного ищите Именно вот такой Силовик Домосед Требуется Не знаю Вот это опять же Вот эти позиции Как вы сказали Которые Мы придем уже там В течение сезона Дай бог уже К плей-оффу Да Но это наверное Должны обозначить Нам тренерский штаб Но в том числе И мы будем смотреть На это Где нам В какой Линии усилится Ну наверное Не могу не спросить Вот о последнем Трансфере Обмен прав На Артема Сергеева Вы в принципе Уже отвечали На этот вопрос Хотелось бы понять Были ли другие Альтернативы Другие предложения Или Только вот АЦСКА было Потому что Так если На бумаге Опять же Кажется что Достаточно Невыгодный Обмен Для Слава Тилая Получился Ну на бумаге Может быть он В качестве Как Оценивая игроков Он может быть Да На первый взгляд Кажется невыгодным Ну финансово Тоже какие-то Тоже какие-то У него были Там пути Оставаться Здесь Он вел Там переговоры С ЦСКА Наверняка Его агент Вот Поэтому мы Когда вышли на ЦСКА Они нам предложили Там Вернее мы Покопаясь В их Так скажем Архивах Игроков В активах Их То есть мы Вот Выделили для себя Опять же С учетом Мнения наших тренеров Ряд игроков Посмотрели их видео Молодых Именно Нам интерес Нас интересовали Именно молодые Потому что Линия взрослой Обороны Там Ну очень дорогая Была Мы не могли себе Позволить Там Образно Ни Блажевского Там Еще какие-то Марченко Того же самого Да Ну вот Поэтому мы Остановились на Достаточно талантливой Линии молодежи И вот Была еще одна Там Фигура Одного молодого Парня Ну Нам Удалось договориться Вот На кандидатуре Мясищева Хотя Функционера ЦСКА Они тоже Так Неохотно Его нам Отдавали Потому что Действительно Парень уже Подошел К такому Достаточно Взрослому Возрасту Показал Я бы сказал По высшей лиге Максимальные Результаты Много очков Много играл Физически Очень крепкий То есть Сейчас у него Как раз Стадия такая Где он может Уже закрепиться В нашей команде Уже как игрок КХЛ То есть Пройти путем Сергея Можно В общем-то Да Но За уже Естественно Не те Условия Далеко Не те Ну Ну и мы Где-то Перезагрузимся В этой линии И Еще раз повторю Но если у игрока Он не горит Желанием играть В нашем клубе Ну зачем Его здесь держать Как говорится На замке Ну вот Второй игрок Да Дмитрий Да Вы знаете Тут вообще Мы про ЦСКА Говорили И тут На самом деле Мы не склонны Обвинять Руководителей Но все обмены ЦСКА Идут асимметричными Но мы уже Это обсуждали Один раз Только Салават Выиграл Когда там Допустим Отдали Кутузов Получили Энквисты И Профоркина Все обмены Идут асимметричные И в принципе По Мессичу Я думаю Что тут неплохая Работа проведена И я думаю Что он Может выстрелить Но вот вы правильно Тоже говорите Он пойдет По пути Сергеева А если он пойдет По пути Сергеева То то же самое Через несколько лет Он окажется Там в ЦСКА Либо где-то в Москве В это проблемы Конечно Тут больше даже Связано и с обществом Что Москва Это центр У нас Сверхцентрализованное Так скажем Общество И так далее Но вот Как вы видите Вот возможности Вообще решать это То есть Ведь мы же тоже понимаем Что тот же Сергеев Играл прекрасно И Уфа Это его команда По игре Вот Но ему надо ЦСКА И вот Есть такая же проблема Может быть Ну во первых Это не я говорил Про Сергеева Это вот Алексей говорил Что пойдет он По пути Да Сергеева Ну я бы Вообще хотел бы Чтобы он еще По больше лучшему Пути пошел Чем допустим Артем Сергеев Более ярче себя Проявил здесь Вот Сергеев сыграл Артем Ну достаточно добротно Поначалу Тоже он так Особо ничего Ну были игры разные Я уж не буду Комментировать его игру Разные игры были Где он и хорошо играл Где и не совсем хорошо Сказать чтобы он там Прям такую первую скрипку В обороне у нас играл Тоже этого не скажешь Вот Поэтому Ну говорить о том Что там Москва Как-то Да нет я не думаю Что там Москва Или Питер Как-то рулит В этом плане Во-первых Поймите тоже Что от игрока Много очень исходит То есть если Игроку Ну так скажем Комфортно В этом клубе Его устраивает Стиль игры Там Тот же самое Отношение к нему Болельщиков То же самое Ну и естественно Финансовые условия Никто не отменял Что-то у меня сразу Вот так вот На сравнение пришло Я просто как раз Работал в это время Когда в 13-м году К нам тема Хартикайнин пришел Я помню Тогда разговор был такой Что этот парень Приходит на год на два Окрепнуть И уехать в Эдмонтон Ну Понятно что тема По своим кондициями По своим способностям Ну Все понимают Что он Ну не спокойно Но уверенно бы Себя чувствовал в НХЛ Однозначно Ну видите Настолько ему Комфортно и добротно Не сказать Чтобы его прям тут Засыпали прям финансами С финансами Но ему нравится Он здесь Как говорится Однозначно Кумир болельщиков Он уже много сделал Здесь И он уже У нас здесь седьмой год Хотя приезжал он сюда На год Показать себя Окрепнуть И уехать в Эдмонтон Обратно Ну или там В какой-то любой другой Клуб НХЛ То же самое и здесь тоже То есть Ну защитнику показалось Что может быть Его все время тянуло И он хотел вернуться Там в родные пенаты В ЦСКА Не совсем комфортно Может быть Здесь он себя чувствовал Потому что В прошлом году У нас были с ним проблемы Пока мы Ну чуть ли не до самого Тренинг кемпа Мы договаривались Договаривались В итоге договорились с ним В итоге Он не совсем уверенно Вошел в сезон Первые игры То есть это Ну такие вот разговоры Когда мы уговариваем Игрока Они не идут на пользу На пользу Ни самому игроку Ни самое главное Ни клубы не идут На пользу Ни команде То есть вот Наверное вот так вот Ну и хотелось бы Наверное поговорить Все таки О тренерских Перестановках Ну вот Назначен был Томми Ламса Хотелось бы понять Какой хоккей Ждет Ну и вы лично Как Тренер Как специалист И наверное Консолидированы Ожидания руководства Клуба От Нового тренера Хоккей Какой хоккей должен Показывать Томми Ламс Ну наверное Будем исходить Из того Что у нас Собранные хоккеисты Достойные Показать Именно комбинационный Вот этот вот хоккей Такой фирменный Уфимский стиль Наверное Я бы так назвал его Ну комбинационный Прежде всего Наверное Да С учетом все таки Уже финской площадки Которая вот у нас Уже на данный момент Переделано И уже Смонтировано На Уфоарене То есть Это тоже фактор Опять же Финский тренер Финская площадка Тоже наверное Ну В плюс Так скажем Вот Ну и Концепцию Мы разговаривали Уже И с С Ламсой Разговаривали Что вот именно Хотели придерживаться Вот этого Да И еще Мы очень хотели бы Все таки Чтобы у нас Молодежь Почему говорю Про молодежь Всегда про нее Говорят Много надо давать Молодежи Но Давать Одно дело Молодежи Такой сырой Я бы сказал А давать Молодежи Талантливой Я считаю Что у нас Такой пласт Идет Достаточно Талантливой Молодежи Я не буду Называть сейчас Фамилии Вы уже Все знаете Прекрасно Любители Хоккей Талантливой 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 Озвучим Талантливой Штаб И Учитывая Всех И Мы Естественно Все Анализировали Очень долго Над этим Кстати Тренерский Штаб У нас По-моему Максимальное Количество Времени Занял Для обсуждения Ну Наверное Это правильно Потому что Это Как говорится Наши Капитаны Которые Везти корабль Наш Будут — У нас до перерыва осталась одна минута. И короткий вопрос, без долгих комментариев. Правда ли, еще с ноября я такой слух ходил, что вы хотели видеть у руля команды именно Васильева? — Ну нет, конечно, такого у меня не было, что именно Васильева я хотел видеть. Нет, мы рассматривали очень много, ну не очень много, но ряд кандидатур. Ну, в общем-то, Михаил Александрович у нас рассматривался все равно на роль помощника. — Спасибо. У нас остается несколько секунд. Выпуск новостей. Через пять минут мы вернемся в эфир. — Добрый день, те, кто только подключился к нам. Возвращаясь в студию «Эхо Москвы» в Уфе. Это программа «Конфигурация шайбы». Я Алексей Горюнов, Дмитрий Михайличенко. И у нас в гостях спортивный директор «Салават Юлаева» Василий Анатольевич Чижов. — Еще раз добрый день. — Первую половину программы. Можете смотреть нас в эфире YouTube, Facebook или слушать на радио. Если какие-то есть вопросы, можно задавать их по номеру 7, плюс 7, 927, 304, 1051 в Телеграме, пожалуйста. В мессенджере Телеграм можете задать вопрос, если мы успеем, на какие-то... Василий Анатольевич ответит. В первую половину программы мы поговорили о селекции, о тренерском стабе «Салават Юлаева». Хотелось бы перейти ниже по вертикали, скажем так. Тренерские перестановки произошли и в Таросе, и, соответственно, в Толпаре, так как Василий ушел в штаб «Салавата». Наверное, в первую очередь, почему же вы расстались с Сулеймановым? Ну, он изъявил желание дальше у нас двинуться, он уехал в Казахстан, но мы решили тоже перезагрузиться, то есть немножко нас не устраивала линия, по которой игроки развивались в Таросе. И мы решили там поменять эту тоже позицию, мы пригласили туда тоже нашего воспитанника Валерия Рафиковича Давлетшина, это, если кто помнит, из дальних болельщиков давних, то есть он отыграл много сезонов из «Салават Юлаев». Последнее время он работал в системе «Амура» и даже главным тренером успел там поработать, играл, работал в молодежной команде, да, в межсезонье, да. Ну, то есть он и работал здесь в школе тоже очень много, ну, и мы решили на его кандидатуре остановиться именно, то есть фактор, да, наш воспитанник, опыт большой тоже работы тренером, и именно нам нужно развивать все-таки молодежь, вот именно развивать. Про то, что я выше говорил, понятно, есть определенные таланты, которые сразу из молодежки в КХЛ могут зайти, там, ну, там образно Василевский, да, Андрей, когда мы его с толпара сразу подняли в главную команду. А есть ребята, которым вот действительно надо пройти школу в КХЛ, то есть именно вот эту жесткую, мужисткую, побиться, пополучать именно роль первой скрипки. Вот в этом у нас как раз немножко непонимание было с Русланом Хамедовичем, с Сулейманом, то есть, ну, у нас там роль первой скрипки играли, ну, ребята, которым уже под 40, как бы. И нам хотелось бы видеть все-таки, чтобы там именно 20-летние играли, там и большинство забирали, и, то есть, все основные моменты, ключевые моменты игры, они обыгрывались, брали на себя и становились крепче и полезнее для главной команды. Ну, то есть, у Торосов все-таки будет меньше ставка на результат, скажем так, команды, больше, ну, то есть, ближе к фарм-клубу чистому. Ну, понимаете, я вот здесь тоже никогда не разделяю, то есть, если у тебя будут хорошие хоккеисты, значит, у тебя будет и результат. Ну, а почему тем же талантливым ребятам не, ну, это что им сказать, ребят, вы тут делаете максимальное количество ошибок, что хотите, то и делаете на льду, ну, нет, так же не скажешь, то есть, естественно, будет и работа на результат тоже, игра на результат, никто не отменял результат, то есть, результат тоже будет требоваться. — Ну, в принципе, с Торосом достаточно понятно. Мне не очень понятно выбор тренеров в Талпар. Насколько я знаю, еще контракт не заключен, но выбор сделан. Это Игорь Гришин из школы «Витязя». Почему человек со стороны, человек без опыта работы в МХЛ практически. Фактически, неужели в нашей системе нет более, скажем, подходящих организаций, которые не нашлось? — Ну, вы знаете, вот сейчас вот мы даже, как скажем, анализируем работу детской школы нашей. У нас вот даже на детскую школу не хватает тренеров. Нету у нас в детской школе или их единицы. Почему? Объясню. Если раньше, допустим, у нас формировался тренерский штаб той же школы, тех же молодежных команд, из ребят, которые закончили в хоккее играть, то есть они приходят, они продолжали свою трудовую деятельность. Сейчас, закончившие карьеру хоккеиста, они, так скажем, достаточно обеспечены для того, чтобы несколько лет отдохнуть и ничего не делать. И они, еще так краем уху, услышав зарплату, за которую работают детские тренеры, они, конечно, неохотно идут сюда. Хотя некоторые уже подвижки есть. Вот я сегодня разговаривал с Кириллом Кольцовым, кстати сказать, на эту тему, на работу с молодежью нашей. И положительно у нас решается с ним вот этот момент. Вот. То есть, поэтому у нас, ну, нету кандидатуры на роль именно тренера молодежной команды, который будет развивать. И с учетом того, что вот предыдущий сезон у нас получился, ну, я бы сказал, очень удачным, когда мы пригласили Михаила Александровича, и он здорово сработал, именно привнес вот эту ЦСКовскую линию, такую, знаете, атакующего хоккея, вот со своими высокими требованиями. Поэтому мы искали такого тренера, именно который будет развивать у нас вот этих молодых ребят. Почему остановились на кандидатуре Гришина, могу сказать про этого тренера, ну, тоже много информации я пособирал, у специалистов узнавал, смотрел команды, с которыми он работал, и меня вот подкупило его именно. В частности, ключевым моментом был, когда вот я узнал, что он работал именно вот с этой сборной, экспериментальной сборной, которая там по медицинским, значит, показателям у нас снялась с соревнований, да? Это 99-й год, по-моему, как раз. Да, 98-й. Да, 98-й год он помогал Прохорову тогда. Ну, как говорят, помогал, но вел практически львиную долю этой работы, именно и по тренировочному процессу, и по тактике, и на скамейке он себя очень активно вел. То есть тогда вот становление вот этого... Проект был очень хороший, к сожалению, он тогда завершился. Вот именно со сборной, с молодежью он тогда здорово сработал. Много ребят тогда... Был не главным тренером, а помощником? Он был не главным, он помощником был. Ну, там такую роль он вел, как бы, это, опять же, информация есть поэтому, что он там, в общем-то, ну, не то чтобы он один, но очень много вел вот этого тренировочного процесса. Именно тонкий такой специалист в плане того, что глубокий, то есть знает хорошо предмет, знает, какие, когда и в какое время дать нагрузки, как с молодежью сработать. Затем он работал, значит, в системе «Витязя», там детская школа очень сильная, туда, в эту систему, значит, спонсоры ввели такие большие достаточно деньги, и туда в свое время приехали, ну, я бы так сказал, одни из лучших специалистов по детскому и юношескому хоккею. И они таковые и есть, там, и эта команда по «Витязя», они, как правило, по детским возрастам всех обыграют, там, и выдают воспитанник, в частности, вот тот же, там, тренер Кучерова работает в этой, работал, сейчас его в Омск переманили, так скажем. Вот, он в этой системе работал, и работал с 2004-м годом, это уже год на выпуске, тоже здорово работал. Ну, и мы остановились на его кандидатуре, именно сложив все вот эти его резюме, поговорили с ним, приглашали его сюда, мы с ним пособеседовали на эту тему, и остановились на том, что вот он даст нам еще, как бы, один толчок для развития нашей молодежи. А почему вот и в прошлом году, и в этом не рассматривалась кандидатура Владимира Петровича Герасимова? Сейчас, в 2001-м году, ну, 2001-й год, по сути, основной в толпаре, да, такой, сержневой, он этот год подводил, он с ним выигрывал первенство, он с ним выигрывал ЮХЛ, то есть он каждого игрока знает досконально, почему вот не его попробовать? Ну, по кандидатуре Владимира Петровича, ну, я его, как говорится, очень давно уже знаю, мы вместе работали тоже, все, но я вам так скажу, по 2001-му году, не умаляя заслуг Владимира Петровича, там, становление, все, было от Бориса Михайловича Тимофеева, то есть где-то первые 6-7 лет работал именно этот тренер, и заложил именно вот эту вот, я бы так сказал, такую сумасшедшую технику, которой владеет, они обучены очень, то есть у них и катание поставлено, и техника владения клюшкой, такие ребята самобытные, такие, я бы так сказал, бразильский такой хоккей, да, как его если назвать, ну, очень техничный, высокотехничный поставил ребят, отдать должное Владимиру Петровичу, он уже сорганизовал их, так скажем, такой тренировочный процесс был, подводящий к играм, я бы так сказал, то есть где-то, может быть, там, когда в таком возрасте на доводке уже больше физики дают всего, то есть здесь Владимир Петрович по-другому немножко пути шел всегда, он именно под результат, и вот, в частности, вот эта команда, они выиграли первенство ЮХЛ, это немножко не путайте, есть... В предыдущем году первенство России. Первенство России, ну, ЮХЛ. Нет, до ЮХЛ предыдущий год. Нет, чемпионами стали они в ЮХЛ. Нет, зачем? Россию же тоже брали. Нет, в Россию они не брали, они стали чемпионами ЮХЛ. Я, конечно, посмотрю потом. Посмотрите, да. Но брали они Россию тоже. Ну, дело не в этом, но посмотрите, это стопроцентная, как говорится, информация, они стали чемпионами ЮХЛ. То есть в ЮХЛ играет уже, ну, так скажем, не то чтобы ослабленный, но лучшие хоккеисты из этих команд уже привлечены в команду МХЛ. Не умаляя достоинств, то есть мы тоже рассматривали и кандидатуру Владимира Петровича, ну, вот как бы остановились на этой. Давно Дмитрий не участвовал в нас в разговоре, у него наверняка есть вопросы. Да я даже больше обобщаюсь суждениями. Ну, вот просто, Василий Анатольевич, что вы думаете, вот, в контексте, там, скажем, более среднесрочной перспективы, если взять, да, по Таросу, да, потому что мнение такое, что вот конверсии как раз не приходят. То есть там талантливая молодежь, как вы говорили, там Василевский, они переходят в Салат Юлаев, да, но вот игроки там типа Глеб Кузьмин, да, там, Лукин. Вот сейчас вы думаете, что будет другой подход, да, к ним, что дадут им шанс поиграть. Тот же Кубок Шпенгера, потому что показал, на мой взгляд, да, что, в общем-то, Таросовцы-то не все были готовы даже к уровню там чуть выше, чем ВХЛ. Вот здесь вот такие среднесрочные задачи, не только на сезон, а в целом вот. — Совершенно в точку вопроса. Вот как раз-таки поэтому у нас и произошли изменения в тренерском штабе, потому что вы правильно заметили вот этот ряд игроков. Я бы даже вот прям на скидку скажу, там, Пименов, это Лукин, это Петрищев и так далее. То есть это 96-97 год рождения. Мы ждали, что они из этой плеяды у нас 1-2 железно зайдут в состав Салат Юлаева. Но такого не получилось, и проверкой тому был как раз Кубок Шпенглера. Действительно, лучший из того состава показал себя Башкиров, который воспитывался в молодежной хоккейной лиге. Поэтому вот и произошло. И поэтому мы сейчас хотим, чтобы именно вот эта следующая молодая прослойка, вот эти ребята, которые придут с молодежки у нас туда, чтобы они действительно готовились так, чтобы зайти уже в команду. Ну, хотя бы там 2-3 единицы, чтобы были боевые и, ну, были, так скажем, в обойме основного состава Салат Юлаев. Ну, и у нас остается одна минута. Благодарю вас, что вы пришли к нам. К сожалению, не все мы, конечно, вопросы успели задать, которые какие хотели. В частности, про хоккейную школу поговорить, про методики и прочее. То есть большой такой пласт. Надеемся, что вы еще раз придете в нашу студию. Спасибо вам. Я думаю, что эта встреча не последней будет. Вот я вам сегодня сюрприз такой. Спасибо. Радиослушателям хочу сказать. Вымпел Салат Юлаева. Зурхатий. Ну, и у нас остаются последние секунды. Напоминаю, что с вами была программа конфигурация шайбы. Я ее ведущий, Алексей Горюнов, Дмитрий Михайличенко. У нас в гостях был Василий Анатольевич Жов, спортивный директор Салават Юлаева. Смотрите нас еженедельно по вторникам в 13.05. Спасибо всем. До свидания.